Лица этих спортсменов видели сотни тысяч людей. Юные гимнасты, каратисты, футболисты, пловцы – те самые герои нашего двора с уличных баннеров Барнаула и Биска. Им нет еще 18, но каждый из них добился серьезных результатов в спорте. В новом проекте, который Алтайский край перенял у Новосибирска, приняли участие более 100 спортсменов. Как это все проходило? Всем коллективом мы садились и обзванивали все списки федерации. Первых лиц, либо нас потом перенаправляли на помощников, на вице-президентов федерации. Они составляли списки и нам их отправляли. Можно было бы, например, разместить сразу же олимпийцев или больших чемпионов, чемпионов мира сразу на первом этапе. Но я посчитал, что эффективнее будет показать их сверстников, которые уже добились определенных результатов по различным видам спорта. Многие из них лишены радости детства. Юные спортсмены проводят по 6 часов в сутки на изнурительных тренировках. Постоянно в чем-то себя ограничивают. Ко мне никаких претензий тренера не имеют, но вообще команде все сказали худеть. До соревнований постоянно надо сидеть на диетах. Каждый из спортсменов как минимум призер Сибирского федерального округа. Удается сделать выступление полностью идеально? Нет, никогда не бывает идеально. Всегда есть над чем работать. В январе будет устроена фотосессия для новых участников проекта «Герои нашего двора». Планируется, что изображения спортсменов будут размещены не только в Барнауле и Бийске, но и в других уголках края. А значит, маленькие чемпионы смогут увидеть себя в родном городе, селе. В ближайшее время новые баннеры появятся в Белокурихе. Скоро жители региона увидят на улицах и фотографии самых титулованных алтайских тренеров. Ирина Корчегина, Андрей Печоркин. Наши новости. Продолжение следует... Продолжение следует...